Здравствуйте, дорогие союзники, это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Дмитрия Шакурова. И Светлана Ладина, здравствуйте. О футболе мы вчера поговорили. Да невозможно, у нас сегодня уже с утра под окнами восклицают перуанские болельщики, а завтра к ним, видимо, еще и мушкетеры французские добавятся. И у одного из ведущих не выспавшийся вид. У кого же это? И есть еще одна тема, которая сейчас у всех на слуху, на устах. Пенсия. Пенсия как период жизни и пенсия как финансовое обеспечение. Мы решили спросить наших зрителей, которые уже знают, что это такое, как жить на пенсии и на пенсию. Как вы пережили вот этот переход от активной рабочей деятельности к относительному ничего не деланию? Понимаю, что относительному кто-то еще более активным становится, наверное. Но, тем не менее, вот тебе надо было идти на работу каждый день, а тут вот не надо. Значит, надо себя как-то организовать. Как? Что делать? Чем заниматься? Чем на пенсии хорошо находиться? На пенсии, как имеется в виду, некое состояние социальное. Время притравжения. А чем плохо? И спрашиваем у не пенсионеров. Как часто вы задумываетесь о пенсии? О том, чем будете заниматься? Может, планы какие-то строить? Вообще, эти мысли у вас светлые или мрачные? Ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Конечно, вот последнее предложение подумать о пенсии, это как предложение подумать о вечном для многих. Почему бы нет? Но пенсионная реформа наверняка многих волнует, наших зрителей. И мы хотели, чтобы вы сказали об этой реформе в каком-то ключе евангельском. Ну, может, потому что все ругают эту реформу, а может, какой-то комплимент, нашли положительные моменты в грядущей реформе, как нам сказали, что она неотвратима. Ну, на самом деле, если уж говорить о пенсии, то, может быть, как-то все-таки... С радостью. Я вот допустим, о себе же больше. Выводиться с внучкой, мне это очень нравится. А если их будет больше, мне будет это еще больше нравиться. То есть вы прошли уже стаж тренировки определенной? Да. И, ну что ж, поздравляю. То есть мои планы на пенсию – выводиться с внуками. С многочисленными, я так надеюсь. А у нас звонок есть. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Я звоню вам из Екатеринбурга. Меня зовут Елена. Да, Елена, рад вас встретить. Третий вечер. Спасибо. Вы знаете, на самом деле строить никаких планов на пенсию не надо вообще. И вот почему. Я точно так же боялась, будучи там в 45-летнем возрасте, 48-ми, думала, переживала, как это и что будет. А потом оказалась та, что я заболела, и оказалась на пенсию даже раньше, на полтора года, на инвалидности. Алло, алло, алло. Елена, что-то разъединилось? Ой, если можно, дозвонитесь нам еще, потому что ведь какое-то продолжение есть, рассказы. Ну, судя по интонации, наверняка у этой истории положительный финал, позитивный финал. Ну, узнаем, чего угадать. Да, человек достойно, наверняка, живет и на пенсии, и во время пенсии. Екатерина Вехова пишет нам ВКонтакте. У меня двоякое понятие насчет пенсии и повышения пенсионного возраста. С одной стороны, многие дамы возрасте 55 лет не хотят сидеть дома. Они в хоре петь ходят, освоили компьютер и интернет. По экскурсиям ездят, фотографируют достопримечательности и выкладывают фото в соцсети. Язык не повернется назвать их старушками или пенсионерками. И обидно даже им, что их хотят на пенсию отправить домой. Они не хотят дома сидеть, им там скучно. А хотят общаться с людьми и хотят продолжать работать, если есть здоровье. Такие и в общественных организациях состоят. Для них повышение пенсионного возраста – это даже хорошо. Но если 55 годам здоровье ослабло и хочется сидеть дома, а пенсионный возраст повысят. Таким людям как быть? Не у всех здоровье до 55 лет остается крепким, а молодежи посоветую, простите, работать, работать и еще раз работать, чтобы пенсия была немаленькой, устраиваться на легальную работу, чтобы были отчисления в пенсионный фонд. Ведь старости нужно же на что-то будет жить. Екатерина, спасибо вам. У нас звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Алло. Да-да-да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. А я смотрю телевизор, а со мной не разговаривают. А вам надо выключить звук, и сразу вы нас будете слышать. Да, Светлана Ладина и Дмитрий Шакуров, вот это мы. Вы уже в эфире. Говорите. Так, слушаю вас. А как... Да-да-да, как вас... Я звоню из Карелии. Замечательно. У нас там как раз сейчас съемочная группа работает, питерская. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Александра, здравствуйте. Мне 84 года. Ого. Я отработала 44 года. Получаю приличную пенсию, мне вполне хватает. Это вот так, как у меня сложилось. Поэтому надо иметь обязательно стаж. Работать надо, а не частные предприятия оформляться. Понимаете? А вот по самоощущению, когда вы вышли на пенсию, то было ли вам сложно адаптироваться к тому, что вам утром никуда не надо вставать, идти, какие-то задания выполнять? Нет, я отработала. Мне было 61 год, когда я уходила. Поэтому я уже ушла в приличном возрасте и уходила с удовольствием. А чем занимаетесь? Простите меня, вот, ну, просто интересно. А сейчас у меня... А сейчас я живу в доме огородик, в доме огородиком, вот, потихонечку силы. Конечно, не особо. Вот 84 года – это прилично. Ну, сам без дела не сижу, домашние дела. Так что я довольна, что я пенсионерка. Столько прожила пока, слава богу. Дай бог, что мы каждому так прожили. Да, конечно. Спасибо, спасибо. А голос у вас очень молодой. Александр – счастливый пенсионер. Тем более, что смотрит еще телеканал «Союз». С молодым голосом. Да, с молодым голосом. Что еще? Надо огород и дети. У нас есть Андрей Смитонолюбов. Ну, вот, есть тоже категория такая мнение. О пенсии вообще никак не задумываясь. Какой смысл думать о том, что будет через 20 лет, если не знаешь, доживешь ли до ближайшего Нового года? Вот как глубоко мыслит. Единственная подготовка к пенсии сейчас – искоренение сорняков из души своей. Если с ними не бороться сейчас, когда они только появились и телесные силы есть, то очень-очень тяжело будет вырвать из души тогда на пенсии, когда сорняки эти будут, когда эти сорняки пустят глубокие корни, а силы телесные уже будут не те. Андрей, действительно, очень глубоко мыслит он самую суть. Да, вот это из один, да, из один аспектов положительных. Все говорят, как готовиться на пенсии? Да как, конечно, надо кубышку куда-то складывать, что-то копить, вкладывать куда-то деньги. А здесь Андрей отвечает, не надо ничего, надо бороться с грехами и все. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо выключить звук вашего телевизора, тогда вам будет удобнее общаться. Да, да, спасибо. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам позвонили? Так, сейчас одну минуту, я звук выключу. Здравствуйте, я звоню в Ленинградской области, зовут меня Зоя, мне 80 лет. Как прекрасно. Я пошла на пенсию в 63 года, работа была связана с микроскопом, я потеряла один глаз, меня отправили на пенсию и дали вторую группу по зрению. Сижу я дома сейчас, ну, пенсии две, так что все вполне достаточно. Ну, а чем вы занимаетесь? Вот, я думаю, что шитье, вышивание, вязание, это вам, наверное, противопоказано, раз проблемы со зрением. У меня один глаз, и тот неполноценный, поэтому и вторая группа по зрению. Ну, а вот что тогда делаете? Какие-то же занятия все равно придумываете себе? Дома, тупо, и занимаюсь, читаю Библию, не Библию, а Евангелие, читаю Псалфирь. Псалфирь. Утром и вечером в этот, и хожу в храм, когда возможность, самочувствие позволяет, хожу два раза в неделю. Нет, раз в неделю. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья. Спасибо, доброго здоровья. Многие благая лета. Тоже есть история, и думаю, ну вот, здесь, конечно, люди звонят, так скажем, с достатком, а ведь многих волнует, как выживать на небольшую пенсию. И вот здесь, может быть, кто-то позвонит и как-то утешит наших телезрителей, расскажет позитивную историю, что маленькая пенсия, но Господь не оставляет. Здравствуйте, у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, я вот из Москвы звоню. Да, Мария, здравствуйте. Я вот, мне хоть еще до пенсии как бы еще долго ждать, но вот по этому поводу я хотела тоже поддержать того человека, который говорит о том, что особо заботиться о пенсии не стоит, потому что мы не можем предугадать, что будет через 10-20 лет. Ну вот про себя я хотела сказать, что когда я выйду на пенсию, хотя... А сколько вам? Мне сейчас 38 лет. Вот, но у меня так сложилось, что закончив институт, я сразу вышла замуж, у меня стали рождаться дети, вот у меня пятеро детей, и я, в принципе, поработала в общей сложности года 3-4, не больше. Вот, у меня муж военнослужащий. Но вот сейчас, когда мне немного дети подросли, я сделала такой вывод, что, конечно, на пенсию я уйду, но я не смогу сидеть без дела. И вот я и решила поступить в училище сестер милосердия, чтобы освоить медицинские навыки, помогать людям, когда у меня будет, так сказать, пенсия, свободное время, от детей, от всяких бытовых вопросов. Вот я думаю, что человеку нужно заботиться не о том, как выйти на пенсию, а о том, как заниматься, чем заниматься на пенсии, чтобы не впадать в уныние. Спасибо, Мария. Спасибо вам огромное. Вот бывают звонки, когда хочется низко поклониться, тут просто хочется тепло обнять, потому что... Мудрость глубокой старицы, да, звучит. Пятеро детей, как замечательно. Благослови Господь вашу семью. И, конечно, вот Господь не оставляет в таких ситуациях, потому что эти пятеро детей же, понятно, с надеждой на кого рождались, он своих не бросает, это точно. Ну и главное, что можем мы подчеркнуть, и мы, в том числе, за счет ваших звонков учимся правильно мыслить, мы слышим ваши голоса и ваши сердца. Главное, у Марии это вектор направления, то есть помогать людям. То есть не как я буду там потреблять на пенсии, где жить, что есть и что пить, а как я, ну, силу возраста и сил телесных буду помогать людям. Мария, вам просто, да, низкий поклон. Ну и рожайте еще. Татьяна Викторовна Крупкова из Кургана. Здравствуйте, дорогие. В предпенсионные годы одна мечта была, пойду на пенсию и отосплюсь. Отосплюсь. Сейчас. Два года на... Ты не воспитал нужна. Да, вот к этому сейчас прилагается. Два года на пенсии и по-прежнему только мечтаю об этом, отоспаться. Загруженность только увеличилась. Работаю резничной в кафедральном соборе. Оплата – 3 тысячи в месяц. Закончила двухгодичные миссионерско-катехизаторские курсы, а это занятия 4 раза в неделю по 2 часа. Из дома выхожу в 7 утра, возвращаюсь в 9 вечера. Теперь после курсов будет значительно легче со временем. Финансовое положение не изменилось, так как тренировалась. Три года до пенсии жила на тот размер, который назначила бы государство в качестве пенсии, а разницу тратила на внуков. Здоровье пока есть, правда, дома утром наклониться порой не могу, и давление скачет. А в храм придешь, и земной поклон сделаешь, и как рукой снимает, Господь помогает тем, кто уповает на Него. Вот это прекрасный конец нашей программы «Жирная черта», которую мы можем подвести под всем, что было сказано выше. Спасибо вам всем, дорогие друзья, за участие в этой беседе. Всем оптимизма, надежды на помощь Божию. Ну и да, евангельская строчка. Не пицитесь и не заботитесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний будет сам заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Ну а на пенсии встретимся. Дмитрий Шакуров. И Светлана Ладина. Программа «Честное мнение» даст Бог. Встретимся не только на пенсии, но и в прямом эфире телеканала «Союз». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова